Стоит Максончик, привет! Как у тебя дела? А что в комментах пишут, что я тебя прессю сильно? Да нет, что сильно? Вообще не сильно. Вообще не сильно? Вообще не сильно. И не прессишь. Как у тебя дела? Как ты сейчас себя чувствуешь? Что мы сегодня делаем? Да нормально, чувствую себя немного устало, потому что я после наряда. Делаем мы... Сейчас изменяю, потому что музыка совсем сильно обладает. Хватай я изменяюсь. После ты наряда и? Я после наряда устал, и мы делаем жим 115. А что ты устал после наряда? Устал, потому что был наряде. Что там обычно делает боец наряда? Обычно собирается пуз-группа, и мы там заметаем. Короче, уборка территории идет. Но я сегодня косил трубу. Именно газонокосилкой. Я направил трубу. Понял, круто. Ну пошли ближе к штанге, потому что я рассчитывал, что мы там будем. Значит, друзья, мы ждем нашего Димона. Вот и Димон. Димончик у нас сегодня дежурный тренер в нашем отношении. Димон. Скажи всем привет. Привет. Димончик кушал, я его оторвал от приема пищи. Димон, спасибо, что ты был настолько любезен, что согласился на помочь. Итак, на штанге 100. Наш Максик жмет этот замечательный вес на один раз. Два на пять. Кстати, вот эти кабаны, вот этот кабан и кабан под названием Сергей Удовиченко, будут зарубаться скоро у нас в жиме, да, Димон? Будут зарубаться. Ты порвешь его? Пройдемся, пройдемся просто. А, пройдемся. По новым результатам. Смотрите какие они, видите? Не хотят зарубаться, хотят проходиться. Давай, Максон. Четко уверенно на раз, не спеши. Димон у команды у нас съем. Раз, два, три. Держать. Есть. Держать. Есть. Держать. Поставить. Что, Макси, как 100? Да, нормально вроде хорошо. Нормально вроде? Ну, пойдет. Ну, слушайте, вот, друзья, вы можете посмотреть, да, на первой тренировке мы пожали 100-105, на прошлой было 110, и сейчас, давай Максончик тоже 110, пожалуйста, останови. Невоченька, нам нужно еще на два подхода, именно столько мы запланировали. Спасибо еще раз. Спасибо. А ну скажи мне, ты определил, чем отличается Швеция от Норвегии? Название? Да, да. А вообще, смотри, это вопрос мудацкий, знаешь, почему он мудацкий? С подвохом? Нет. Нет. Потому что, когда мы просим определить какое-то отличие, мы всегда должны определить критерии, по которым мы определяем отличие. Эти страны отличаются, так хуй знает, всем. Населением, этносом культуры, географическим расположением, количеством в них чернозема и всего такого. Надо было тебе сказать, типа, ну, можно было бы, конечно, парировать кучей способов, сказать, что доебался, я что, на экзамене, скажи. Все такое. Ну, в принципе, когда вот, если ты хочешь ответить, знаешь, красиво, то ты должен сказать, выделите, пожалуйста, критерии, по которым я должен определить отличия между этими. Вот спросить, чем отличается Макс от Димона? Понятно, что дохуячим результатом, возрастом, именем, чем хочешь. Вопрос тоже мудацкий, поэтому, ну, надо сразу запрашивать критерии. Чем отличается жимовая лавочка от блочного тренажера? Предназначение, количество металла, когда трачено на изготовление и все такое. Какая классификация мышц должна быть в понимании тренера, да и вообще в понимании того, кто тренируется? Димончик, как ты относишься к упражнению жимлежа? Отличное. А что так? Вы же должны его не любить. Почему? Вы любите жимлежа? Отличное упражнение. Да? Да, все жмут и мы жмем. Тебе, лично тебе бицепс запрещал тренер качать? Не, ну, подкачка была, но прям там целенаправленно целая тренировка на бицепс. Нет, такого не было. Окей. Итак, у нас 110. Ой, извиняюсь, хотел сказать Удовиченко Максим. Значит, Чабаненко Максим. Похожая чем-то фамилия. Чабаненко Удовиченко. Нако. Есть мнение, что в Украине часто фамилии заканчиваются Нако. А ты вот пивовар. Оф. Оф. Пивоваров. А я вообще Головинский. Мне пишут, долбоёб, польская фамилия Головинский. Ё-моё. Что такое в комментах за девушу ты там не увидишь? Тебе, друзья, 110. После этого подхода можно со всей ответственностью Макса отписывать от протеина, но вес для него проходной. Давай, Максончик, собрано. Просто в касание. Работаем. Опять. Какая штанга большая. Хорошо. Хорошо, но как-то ты зажался сильно, Максончик. Надо чуть легче. Давайте два с половиной пацаночки навалим. И финальный подход. Пожмёшь 115? Да я не знаю. Не знаю. Надо пожрать, смотри. Знаешь, как говорят, что Димон убивает пацанов ради контента. Вот если мне 115 не поймёшь, то всё. Да не знаю. Надо настроиться. Походи, подстраивайся, я пока Димончика подопрашиваю. Поразоблачаю. Кто ты сейчас? КМС, да? Есть. Есть? Когда выполнил? Выполнил я ближе. Сейчас сентябрь, октябрь, но ябрь. В конце ноября, в начале декабря. Что-то такое. КМС у нас в Украине не присваивают. В октябре. Кандидату на областных соревнованиях. Не, что, курочки дают. Дают? Да, кандидату дают. Тебе дали? Не, я просто не подавлял. Там был документ? Фотки, форма, всё дело. Мало ли, может МС выполнил. Сколько ты времени занимаешься тяжёлой атлетикой? Четыре года. Слушай, а что так довольны? В сентябре. Ну, через пять месяцев, я был уже пять. Довольно ещё так быстро ты сделал. И сейчас уже ты от мастера в какой? В 81 категории надо 270 сумма. А ты у тебя лучше? 111 с полу и 132. Ага. Пока так. Сколько тебе осталось в килограммах? 120-150, либо же 125-145. Ага. Понял. И что когда планируешь? Ну, если бы не травма в конце этого года, можно было бы как-то что-то уже более-менее. Эти цифры вырисовывались, а так уже уверенно в следующем году. А что за травма? Грудной отдел. Компрессия грудного отдела, три позвонка. Шестой, пятый и седьмой. Так. Ну, Максик, по готовности, пожалуйста. Я отойду, освобожу тебе лавочку. Ты на нас не смотри, мы тут беседуем. Посмотрим. Ты как будешь готов? Если надо ещё, походи, дружи. Давай, надо пожать. Надо его настроить. Да. Поклестать. Поклестать. Поклестать тоже. Надо ли оно ему, а то некоторым может только навредить. Да, да. Есть тогда значение. Конечно. У меня друг есть Валера Фурса. Валера, если смотришь, привет тебе. Тот один раз так напиздошел от чувака, что он зигзагом по мосту пошёл. Вот так вот. И видно было, что ему там, по-моему, просто не очень хорошо стало. Но там он настраивало, прям убивал. Он меня как-то пизды дал, но мне нормально сработало на мне. То есть я поднял тогда больше. Лёгкая рука. Очень? Нет, он боксом занимался лет шесть, по-моему. Лёгкая рука. Вот. Сейчас занимается, кстати, тоже тяжелоатлетикой под руководством нашего Серёженьки. Давай, Максон, собрано. Работаем. Тимочек, внимательно. Если что, спасай, пацаны. Сделай. Давай, Максон. Давай, Максон. Всё, собрался, настрой. Давай. Соманду на съём. На жёсткие локти принимаешь и жмёшь. Работаем. Дави. 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 О, да увереннее, чем прошлый, молодец. Молодец. Каково это прибавлять в 5 килограмм меньше, чем за неделю? Ну, мне нравится. Дави. Не жалуйся. Не жалуйся. Ну, нормально, друзья. За неделю накинул Максик десяточку. Ну, конечно, прямо скажем, что там не чистая десяточка. Димочек, благодарю. Извини, что оторвал. Он на 5 раз мог. Я вам отвечаю. На 5 раз. Ну. Просто после нарядов. После снялся. Да, после нарядов, действительно. Значит, сам Максон, ты молодец. Ну, что, хорошо, пожал. У нас остался ещё бицепс, друзья. Помнишь, как нужно делать телепортацию в бицепс? Телепортацию? Ну, да, в бицепс. Надо либо щёлкнуть, либо хлопнуть, либо топнуть. Давай, топни так. Так, друзья, наш телепортатор сработал. Телепортатор. Что за слово такое, боже мой? Да. Значит, давай, Максончик, подход, пожалуйста. А чё ты так? Ну, ладно, давай. Бух. Всё, ставь. Значит, этот грис весит 7 килограммов. Не сложно догадаться, потому что здесь сейчас 37. Давай ещё десятки надеваем вместо пятёрок. Думаю, легко идёт. Можно потихонечку увеличивать. Сейчас мы определим. Сколько же нас вот этот пацан? Надо, наверное, сегодня больше давить. Что-то я слабил эти скисывания. Тут я уже не знаю, почему. Друзья, если вы смотрели стрим с паном Артёмом, и у вас возник вопрос, почему так поздно был сделан анонс, то сделан был поздно по вине вот этого вот пацана. Ты готов? Да. Да. Значит, давай, вперёд, прошу подход. 47. Уже вес не детский, 47. Бомбим есть. Что ты скажешь, уверенно? Ну, да. Сколько добавляем? 55. 55? Да. Ну, давай 55, ладно. Хочешь надеть 5,2,5, да? 40,70, да. 40,70, да. Это самый тариф выбрал. И сколько это будет, посчитай? Это будет... 52. Да, 52. Ты хочешь так? Ну, 1,25 можешь всё найти, но можешь и не искать. Ты же хотел 55. А? Ты же 55 хотел. Может, 52 лучше. Тебе впадло искать блины, ну, надевай 52, ладно. Да не, не впадло. И замками зафиксируй. Видите, друзья, я сегодня командир. У меня такой день, что я только командую. Пан Артём сегодня был. Максик, сейчас вот снова Максик. Как ты себя чувствуешь, боец? Да, нормально. После режима. Руки не болят? Нет. Плечи не болят? Нет. Чуть-чуть болит. Надо так, чтобы просто прибедниться, если я не пойду. А. Как после режима ощущения? Да нормально, в принципе. Я думаю, не помешает. Не помешает. Ну, как обычно, я приношу жертву своих подопечных во имя рекордов и контента. Максон, прошу, вперёд подход. 52, друзья. Патлет готов. Ну, как-то... Чувствую, на этом нужно и закончить. Да, наверное. Да, я думаю, можно добавить. Добавить? Да. 1,25 у нас. Где они? Там есть? Пошли, там вроде лежат. 55 ровно хочешь сделать? Хочу, да. Так вот, Макс. Или это тоже 2,5? А, это 2,5 тоже. Вот он нашёл мелкие блины свои кошачьи. Устанавливает спортсмен вес, осуществлён подсчёт. Около 55 плюс-минус килограмм установлен. А что вы там сейчас проходите? Ну, расскажи, мне интересно. Где я проходим? Ну, у себя там на учёбе. Какие у вас предметы дисциплины есть? Ну, есть конституционное право конституционное. Какая тема последняя была? Какая тема последняя? Да. Парламент. Парламент? И... Ну, парламент. Короче, в общем, говорят, наверное, последняя. Что ещё у нас? Полицейская деятельность. Вы стреляете из оружия? Да, огневая подготовка тоже у нас есть. С какого оружия ты стрелял? ПМ и Форд 12. И что тебе больше нравится? Мне Форд нравится больше. Не знаю, просто он удобнее в руке лежит. По сути, одно и то же. Вот ты, как будущий страж порядка, назовем это так. Как ты относишься к тому, что политика государства часто не совпадает с тем, что лучше для народа? Ну, мне кажется, это не такой сложный вопрос, но я не знаю. Ну, вот смотри, предположим, что вот тебя, твое высшестоящие, скажем так, руководство призывает совершить действия, которое у тебя вызывает некие моральные сомнения. Ну, вот, например, стоит группа людей. Вроде как они ничем, значит, не примечательны. Тебе говорят, что нужно сделать так, чтобы они там не стояли. У тебя приказ этот не вызовет вопросов или ты скажешь, что ты не будешь этого делать? Не знаю, мне кажется, нужно смотреть вот именно по ситуации. Ну, скорее всего, я, наверное, не буду этого делать, потому что, ну, в МВД, как бы, ну, это не секрет могут подставить, да. Я просто крайним окажусь, поэтому я, на самом деле, не делал бы такого. То есть ты ослушаешься приказа, который у тебя было? Ну, скорее всего, да. Ого, слушай, да это серьезное доление. Ну, смотри, ты, получается, нарушаешь устав, потому что в соответствии с уставом ты должен повиноваться высшестоящему непосредственному своему начальству. Но руководитель не может мне давать незаконных приказов? Ну, что, точнее, незаконных, я смотри, как сформулировал. Стоит группа людей, нужно, чтобы они там не стояли. То есть, ну, вот, несанкционированный митинг по выражению чьих-то позиций, взглядов, не знаю, рабочим подняли зарплату, митинг не был санкционирован, то есть по закону они там не должны быть скупчения, скажем так, людей. И тебе говорят в составе некой группы пойти и разогнать. Не, ну, смотри, какой-то митинг тоже, как бы, ну… То есть, ты будешь принимать решение в зависимости от ситуации? Да, да. Ну, супер, спасибо за ответ, Максончик. Значит, слушай, я тебе прямо на задачу, Макс прям уже задумался. Вопрос так вопрос. Значит, 55, Максончик, можешь походить, настроиться? Нормально. Нормально? Давай. 55, давай, собрано, Макс. Тащим, 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 хорошо. Слушай, ну, сейчас поувереннее, чем прошлый. Ну, что у тебя батарейки, вторая батарейка включается, второе дыхание? Наверное, просто больше отдохнул, не знаю. Да, я тебя позабазаривал, и нормально. Да, да. Что, лучше подъем или хороший? Да, можно. Можно? Ну, слушай, ну, давай, меняй 2,5 на пятерик, и это у нас будет на вскидку 57,5. Хотя нет. Это не будет 50. Сколько это будет, господа? Я уже с этими грифами нестандартными. Короче, смотрите, две десятки, пятерка. Двадцать пять, пятьдесят. 47 плюс 10. Это уже что-то мы насчитали с тобой. Это будет 57 килограмм. Да. Вот, 57 килограмм, отлично. Что-то мы насчитали, это уже неопределенно. Вот, что-то 57 килограмм, да, друзья. Макс, только отдохни, и давай мы с тобой еще подлазарим на сложные геополитические темы. Хорошо. Вот смотри, давай я, у тебя как молодого, значит, политически активного человека поспрашивают сложные вопросы из наших непростых взаимоотношений между странами. Вот если взять, например, ситуацию между Россией и Украиной. Вот как ты видишь вообще суть этого конфликта? Вот, понятное дело, что были некие вооруженные силы России, как в Крыму, так и на востоке Украины. Ну, понятно, это опять же я так вижу. Как видишь ты, было ли это какое-то активное вмешательство во внутреннюю политику нашей страны, или же все-таки это было, знаешь, такое чисто гражданское какое-то противостояние каких-то сил, которые не были согласны с тем режимом, который пришел к власть? Да нет, все-таки это было вторжение в нашу политику, в наш суверенитет, как бы, ну, это исторически так сложилось, что как бы Россия не давала спокойно дышать Украине. Вот даже так. Какие ты можешь привести примеры? Ну, вот интересно. Ну, расстреляны ведро, вот же нет. Это все случалось на территории, там, бывшего Советского Союза и, ну, за счет именно центра Москвы. Поэтому, ну, как бы, украинской народности, ну, любой творчестве, какой-то письменности, там, было сложно, как бы, находиться на этой территории. Сложно? Письменности? Ну, то есть, ты хочешь сказать, что запрещали, ты имеешь в виду, запрещали украинский язык или что? Да, и украинский язык, и творчество, и, ну, письменности, вот этих, мы просто сложно с русско-украинского. Ага. Напомню. Ну, между тем, у нас, друзья, еще раз, да? Установлено 25 килограмм с каждой стороны, 50 суммарно, 57. Установленный вес на снаряд. Гриф, напомню, нестандартный. И, я думаю, финальный подход на сегодня у Максика, 57. Отличный результат в моменте. Прошу, Максик. Давай. Собрано, взорвался и сделал. Давай, боремся. Давай, 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 отлично. Вот это боец. Красавчик. Хорош, вот сейчас точно хорош. Напомню, сколько ты поднял на Соревых? 65. 65, сейчас 57. Не, ну, совсем Макс, ну, всем понятно, что ты сейчас, ты сейчас после того, как вышел, знаешь, из этого, из такого жесткого режима казармы, сколько ты провел? Третьи недели, так, тренировки? Да, да, грубо говоря, третьи недели. Значит, друзья, вот они итоги за три недели. Что мы имеем? 57, уверенно, бицуха, раз. Жим лежа, 112, два. Собственный вес? 75. 70, даже 74, там что-то с копейками, да? Ну, да, ну, короче, 74-75. 74-75, вот, отличный результат, ну, Максик. Мы продолжаем следить, увеличивать силу надо тебе, увеличивать результаты, молодец. Помаши ручкой. Красавчик. Что, ты доволен? Да. Нормально сказал? Да, все ты точно сказал, боже мой. Ну, правильно? Ну, Макс, нет, ну, там, разный взгляд, это проблемный вопрос очень такой, нельзя сказать, что здесь правильно или неправильно. Все нормально сказал. Про историю. Ну, ты немножко запутал, чуть-чуть. Поехали. Поехали.